Фанпэй.ру Всем привет! Продолжаем новости обновления 8.3. Не забывайте о спойлерах, которые так или иначе будут присутствовать в подобных роликах. Итак, на протяжении не только этого дополнения, но и последних нескольких лет игры, нас то и дело кормили разными загадками и тайнами, связанными с Анзотом. Битва за Азерот только начала его полноценное раскрытие. И сам Древний Бог стал единственным, кто смог освободиться и начать полномасштабное наступление за долгие тысячелетия. Но всех очень сильно волнует вопрос, а что с ним станет? Кто-то говорит, что грядущее обновление должно стать для него последним, а кто-то, что и целого дополнения мало. Но сегодня я точно отвечу вам на этот вопрос. Ролик получится коротким, но тут не нужно много слов. Наверное, вы уже знаете, что Анзот станет финальным боссом нового рейда Неолота. Уже на тот момент люди начали ругаться, что такого большого злодея банально сливают в рейде за одно обновление. Но есть и те, кто продолжают верить в его возвращение, что в рейде мы только раним его и тому подобное. Так вот, ответ на главный вопрос – его сольют. Об этом стало известно благодаря переводу Керассера, ссылка на который есть в описании. Есть текст, в котором Андуин и Джайна заводят небольшой диалог после победы над Древним Богом, и вот вам его полная цитата. Там не только Анзоти, но и еще кое-что. Древний Бог побежден. Военные действия между Альянсом и Ордой прекратились. Этот день стоило бы отпраздновать, но твою обеспокоенность можно увидеть даже за милю. Андуин. Джайна, я рад, что ты смогла обрести мир в своем сердце после всего, что тебе довелось вынести. Но я не могу обрести это чувство. Не сейчас. Сильваны все еще где-то там. И я не думаю, что Тиранда и Легенд согласятся с тем, что война по-настоящему окончена, пока над Сильваной не будет совершено правосудие. В чем дело? Моря прочесывают флот Култироса, а шпионы Шоу ведут поиски в каждом темном уголке Азерота. Надолго ей не спрятаться. Боюсь, она и не собирается прятаться долго. И вот это меня уже беспокоит. Джайна, я видел, как ты говорила с посланником из Култироса. Все в порядке? Не о чем беспокоиться. Письмо от одной энергичной девушки-кадета, которая просит увидеть Штормград и узнать больше о своем отце. Телия. Пожалуйста, передай ей, что сейчас не лучшее время для визита. Андуин. Она заслуживает знать правду. И услышать ее от тебя. Сам Тирион Фордринг взял с нас слово, что мы сохраним судьбу Болвара в тайне. Ты дала эту клятву так же, как и я. Я помню, как твой отец однажды сказал, что самое сложное в обещаниях – это не держать их, а знать, когда их все же лучше нарушить. Болвар был благородным человеком. Мое сердце разбивает сама мысль о том, что он восседает на том проклятом троне и посвящает всю свою жизнь тому, чтобы не дать монстрам срываться с цепей. Я не выдержу, если увижу, как это разобьет сердце еще и Телии. Выбор за тобой, Андуин. Но если она узнает, что от нее скрыли правду, то ей будет еще больнее. Из самых первых слов этого диалога можно понять, что он, Зод, древний бог и второй по величине злодей всей игры, слит за одно обновление. Мне интересно, а вы вообще другое что-то с ним ждали? Вспомните, как в Легионе был слит Саргерас. Пока не говорится, как именно потерпел поражение Нзод, однако, исходя из слов Ашара о том, что только с помощью Ксалатата можно сразить его, можно догадаться, что кто-либо из главных персонажей или героев всадил кинжал в самое сердце древнего бога. Что еще стоит заметить? Сильвана, видимо, никак не участвовала в этом сражении, поскольку Андуин переживает за ее пропажу. Вот вам и Неолота, и Темная Империя, и Время Сумерек, и все-все-все, включая самого Нзота, разбивается в прах в одном обновлении 8.3. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, смерть древнего бога, пожалуй, слишком банальна и очевидна. Я говорил вам о том, что его сольют в ближайшем обновлении, но вы мне не верили. Однако это так. Скорее всего, для Близзард тема древних богов стала в какой-то степени якорем. Из-за этого якоря они не могут развиваться и идти дальше, а хочется делать что-то новое и более масштабное. Я лишь буду продолжать наблюдать за сюжетом и делиться с вами новостями. Вас же прошу написать свое мнение в комментариях о скоротечной победе над Нзотом. И да, диалог Болвара и Телли тоже весьма интересен, и скорее всего, эта тема скоро получит свое раскрытие. И я думаю, что и о Сильвании, и о Болваре мы узнаем намного больше с анонсом нового дополнения. Это мой прогноз. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok